Аркам ТВ представляет Ассаламу алейкум ва рахмату Аллахи ва баракату. Альхамду лиллаху ассалату ассаламу аля Расули Аллахи ва аля алихи ва сахбихи ва ман ва ла амма ба'д. Одним из чудес сотворения является то, что когда Аллах, Свят Он и Велик, создал нашего праоца Адама, мир ему, из земли, из обожженной глины, затем он сотворил рух, дух, и он вдохнул этот дух в Адама. Аллах говорит, затем Аллах вдохнул в него от своего духа. То есть Аллах сотворил этот дух и приписал его себе. Например, мы говорим «дом Аллаха», подразумевая Каабу, или как сказал Аллах, «мой раб» или «верблюдица Аллаха». Также и здесь, это не дух самого Аллаха, не его часть. Нет, Аллах сотворил этот дух и вдохнул его в Адама, мир ему. И благодаря этому духу Адам, мир ему, стал живым, дышащим существом. Но этот дух не просто сделал его живым и дышащим творением, он дал ему больше, чем просто физическую жизнь. Дух дал Адаму также и духовную жизнь. Он дал ему стремление к большему, он даровал ему цель в жизни. Этот дух даровал Адаму нечто, что мы называем совесть. Дух, который вдохнули в Адама, мир ему, это не просто физическая жизнь, которая в нас присутствует. Это также наша духовность. Однако, какое отношение это имеет к теме нашей лекции? На самом деле, это напрямую связано с нашей лекцией, и по очень простой причине. Когда Аллах, Свят Он и Велик, сотворил нас, Он сотворил нас в наилучшей из всех форм. Аллах говорит, Воистину, мы сотворили человека в прекраснейшем облике. И частью этого совершенства является следующее. Послушайте, это очень просто. Когда вы совершаете то, что Аллах желает от вас, ваша физическая и духовная жизнь будут процветать. Но когда вы отворачиваетесь от того, что Аллах повелевает вам совершать, ваша физическая и духовная жизнь не будут в порядке. Напротив, они начнут увядать и в конце концов умрут. И это именно то, о чем говорит нам Коран. Тот, кто подчиняется велениям Аллаха, тот обладает истинной жизнью, жизнью тела, сердца и жизнью души. А тот, кто отворачивается от поминания Аллаха, кто отворачивается от поклонения Аллаху, Святу на Велик, что происходит с ним? Душа такого человека, его дух, его сердце начинают увядать. И затем душа умирает. Аллах, Свят Он и Велик, очень ясно говорит об этом в Коране и называет это ожесточением сердца. Когда сердце и душа благие и чистые, когда они в порядке, тело тоже будет в порядке. Но когда сердце и душа увядают, тело тоже увядает. Аллах, Свят Он и Велик, говорит в Коране «О те, которые уверовали!» Отвечайте Аллаху и Его Посланнику своим повиновением, когда Он зовет вас к тому, что оживляет вас. Когда вы слушаетесь Аллаха и Его Посланника, ваше сердце становится живым. А когда вы отворачиваетесь от Аллаха и Его Посланника, что происходит? Ваше сердце начинает увядать. Не ваше физическое сердце, ваше духовное сердце, не ваше сердцебиение, которое могут проверить доктора, а ваше сердце, в которое Аллах поместил Дух. Наш Пророк, мир ему и благословение, сказал «Поистине, в теле есть кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим и все тело, а будучи негодным, приводит в негодность и все тело». И этот кусочек плоти – сердце. Оно может быть как благим, хорошим, так и негодным. Также наш Пророк, мир ему и благословение, сказал «Поистине, Аллах не смотрит на ваши тела, и также Он не смотрит на ваши лица, внешние качества». «Инна Аллаха та'аля ла янзру иля сурикум, вала иля ажсамикум». Сделаем небольшое отступление перед тем, как закончить этот хадис. Наш Пророк, мир ему и благословение, говорит, что Аллаху все равно, как вы выглядите. Аллаху не важно, насколько красиво ваше лицо, Аллаху безразличен ваш внешний вид. Как сильно мы заботимся о своем внешнем облике? Как много времени мы тратим, украшая себя? Сколько денег мы тратим на одежду? Сколько времени стоим перед зеркалом? Сколько времени проводим в различных спа-салонах? Однако наш Пророк, мир ему и благословение, говорит, Аллаху безразлично то, как вы выглядите. Аллаху все равно, привлекательное ли у вас лицо или нет. Что же тогда важно для Аллаха? Он смотрит на наши сердца и наши дела. Аллаху все равно, как вы выглядите, какого цвета ваша кожа. Но прежде всего, Аллах смотрит на ваше сердце и на деяния, что вы совершаете. И поэтому, братья и сестры, что происходит, когда мы не заботимся о том, на что в первую очередь смотрит Аллах, Свят Он и Велик? Наши сердца начинают увядать. А знаете, как арабы называют увядание сердца? Они называют его ожесточением или черствостью сердца. Когда сердце становится твердым и черствым, когда сердце становится гнилым, когда сердце каменеет, это ведет к печальным последствиям. Это приводит к горечи в этом мире и в следующем. Наш Господь упоминает о жесткости сердец во многих аятах Корана. Всевышний Аллах говорит «После этого ваши сердца ожесточились». Это обращение к сыновьям Исраиля. И стали как камни и даже еще жестче. Всевышний Аллах упоминает еще об одном народе, который был наказан. И одним из наказаний для них стало то, что Аллах сделал их сердца жесткими, черствыми. Задумайтесь об этом. Каким образом Аллах наказал их? Он сделал их сердца жесткими и черствыми. Итак, черство, сердец – это болезнь. Говоря откровенно, это наихудшая из болезней. Каковы же симптомы этой болезни? Как нам узнать, есть ли у нас эта болезнь или нет? Приведу вам некоторые из симптомов. И если вы обнаружите, что в вас есть один или больше из этих симптомов, то значит, вы поражены болезнью под названием черство сердца. И это обращение в первую очередь ко мне самому, и затем ко всем вам. Первым симптомом черствого или жесткого сердца является пренебрежение тем, что Аллах и Его Посланник повелели совершать. Нам просто все равно. Когда нам говорят «Это же харам», мы такие «Ну и что?» «Но ведь Аллах запретил это совершать, да? Ну и подумаешь». Такой человек совершенно перестает задумываться о том, что Аллах и Его Посланник, мир ему и благословение, повелели ему совершать. Это один из самых худших симптомов черствости сердца. Еще один симптом черствости сердца – это не наслаждаться милостями, которыми Аллах одарил нас, и не наслаждаться поклонением Аллаху, Свят Он и Велик. Например, вы молитесь, но вы постоянно думаете о сообщениях в Твиттере, которые вы боитесь потерять за эти пять минут. Или ваш мозг занят мыслями о завтрашних экзаменах, и вы в спешке совершаете молитву, повторяя одни и те же скучные сухие движения. Если ваша молитва – это простые движения, длящиеся всего три минуты, то, клянусь Аллахом, это один из признаков черства сердца. Если вы не наслаждаетесь стоянием перед Аллахом, если вы не наслаждаетесь совершением омовения, если вы не задумываетесь о достоинствах омовения, благодаря которому ваш Пророк, мир ему и благословение, будет узнавать вас в судный день, и вы сможете испить из реки Аль-Калсар, благодаря вашему омовению, если вы не задумываетесь об этих вещах, и ваше омовение становится всего лишь тратой воды и брызгами по всей ванне, тогда вы не наслаждаетесь поклонением. И это означает, что ваше сердце стало твердым. Если вы читаете или слушаете Коран, и он не трогает ваше сердце, если ваше сердце не начинает учащенно биться, Аллах говорит в Коране, это те, у которых при чтении аятов Корана вера увеличивается. Если вы не наслаждаетесь поклонением, то это один из худших признаков черствости сердца. Также признаком черствого сердца является совершение грехов без какого-либо угрызения совести. Совершение грехов – это проблема, но, говоря откровенно, все мы совершаем грехи. Но когда обладатель живого сердца совершает грех, даже обладатели благих сердец совершают грехи, он чувствует раскаяние, сожаление, угрызение совести, беспокойство. Когда же человек совершает грех, но при этом ничего не чувствует в своем сердце, то это один из худших признаков черствого сердца. Также из признаков черствого сердца, и это особенно актуально в наше время, это быть занятым только самим собой, своей жизнью, и не переживать за положение уммы. Если вы не интересуетесь событиями, происходящими в умме, если вы засыпаете ночью, и вам все равно, какие-то массовые убийства происходят в Сирии, если вам не интересны мусульмане-рахинджа в Бирме, деревни, которых сжигают вместе с жителями, если вы не благодарите Аллаха за милости, которые Он даровал вам, позволив жить на этой земле, если вы совершенно оторваны от реальности, происходящей с уммой, и единственное, что тревожит вас, это слабый интернет в вашем смартфоне, или то, что у вас нет самой последней модели компьютера, если вы обеспокоены глобальными мировыми проблемами, и при этом вы понятия не имеете, каково положение мусульманской общины, то, клянусь Аллахом, это признак черствого сердца. В то время как мягкое, сострадающее сердце связано с уммой, оно переживает за умму. Как сказал наш пророк, мир ему и благословение, эта умма подобна одному телу. Когда один орган болит, если вы отрежете себе кончик пальца, или если нам отрежут ноготь, то, клянусь Аллахом, вы не сможете уснуть ночью из-за сильной боли и мучения. И это именно то, о чем говорил наш пророк, мир ему и благословение. Когда один из органов болит, все тело отвечает болью и жаром, и просит исцелить этот орган. Поэтому, если вы обнаружите, что вам все равно, что вы даже не интересуетесь новостями, если вас нисколько не беспокоит, что происходит в умме, то скажу вам прямо, братья и сестры, ваше сердце стало черством. Это не все симптомы черства сердца. Помимо них есть и другие симптомы. Более того, наши ученые говорили, что черство сердца является матерью всех болезней. Это как ВИЧ в наше время. Если у вас ВИЧ, то любая болезнь может пристать к вам и стать для вас фатальной, поскольку у вас нет защитного механизма от нее. И это именно то, к чему приводит черство сердца. У вас пропадает защитный механизм. Итак, какие факторы могут привести к черствости сердца? Какие вещи вызывают эту болезнь? Опять же, их достаточно много, а наше время ограничено. Мы должны дойти до главной мысли этой лекции, но это важно знать. Итак, каковы же некоторые причины, приводящие к черствости сердец? Первое – пренебрежение поминанием и поклонением Аллаху. Аллах говорит в Коране, «А кто отвернется от моего напоминания, того ожидает тяжкая, несчастная жизнь». Кто отвернется от поклонения Аллаху, того ожидает несчастная жизнь. Вторая причина – не жить в соответствии с законами Ислама, игнорировать шариат, не следить за своей жизнью, что в ней согласуется с Исламом, а что нет. Аллах говорит в Коране, «Из-за того, что они нарушили свой договор, Аллах говорит здесь о другой общине. Они ослушивались Аллаха. И что с ними случилось? Мы прокляли их и ожесточили их сердца». Один из самых явных признаков пренебрежения шариатом, один из самых явных признаков, что вам все равно, что говорит шариат, это оставление пяти обязательных ежедневных молитв. Любой человек, не совершающий молитву, не считается мусульманином, поскольку молитва – это минимальный признак Ислама. И кто оставил молитву? Это слова Умара ибн-Хаттаба, это не я говорю. Умара ибн-Хаттаб сказал, «У того, кто оставил молитву, нет доли Ислама в сердце». У него нет даже одного процента веры в сердце. Нет Ислама у того, кто не совершает молитву. Также к причинам черствости сердца относится превращение своих грехов в привычку, в часть своей жизни. Знаете, все из нас совершают грехи. Я совершаю грехи, и вы их совершаете. Но когда тот или иной грех становится нашей ежедневной привычкой, когда он становится частью нашей ежедневной рутины, то очевидно, что мы не испытываем сожаления из-за этого греха. У нас нет угрызений совести за этот грех. Он стал нашей неотъемлемой частью. Пророк, мир ему и благословение, разъяснил нам аят из Корана. Так нет же. Напротив, их сердца закрылись. Они окутаны тьмой из-за того, что они приобретали. И Пророк, мир ему и благословение, сказал, это окутывание, эта тьма на сердце, результат грехов. Когда человек совершает грех, он оставляет пятно на сердце. И когда он продолжает совершать грехи, его сердце становится все темнее и темнее. Также из причин внимательно послушайте это, особенно это касается наших молодых людей, из причин черствости сердец следования за телесными страстями, делать все, что пожелает ваше тело и игнорировать зов души, игнорировать потребности души. Да, наши тела имеют право над нами, так же и наши души. И когда мы становимся рабами тела, удовлетворяя только его нужды, это всегда будет за счет нашей души. Когда мы становимся рабами своего тела, наша душа страдает. И поэтому, когда мы начинаем следовать за каждой страстью и желанием, которое у нас есть, когда все, что мы захотим, становится дозволенным для нас, а то, что не хотим, становится для нас запретным, тогда, в таком случае, это окажет пагубный эффект на наше сердце, и оно станет черствым и жестким. И последнее, перед тем, как перейти к главной теме, к вопросу о последствиях грехов, последнее, что я упомяну из причин черствости сердец, это пустая трата времени. Тратить попусту слишком много времени, чрезмерные развлечения. В наше время это различные соцсети, Facebook, Twitter, просмотр одного фильма за другим, пустая трата многих и многих часов без какой-либо нужды. Наш пророк, мир ему и благословение, сказал, «Я предостерегаю вас от слишком частого смеха». Послушайте это. Мы знаем, что смех – это дозволенное дело. Кто скажет, что это запрещено? Конечно же, это дозволено. Смеяться можно. И наш пророк, мир ему и благословение, постоянно улыбался. При этом он и смеялся тоже. И есть много случаев в Сире, указывающих на это. Аиша, да будет доволен ею, Аллах говорила, «Он смеялся так, что я могла увидеть его коренные зубы». Он смеялся так, что она могла увидеть все его зубы. Улыбаться, смеяться – это сунна. Но чрезмерное количество смеха. Нет, не улыбки. Невозможно улыбаться слишком много. Надеюсь, вы понимаете это. Все посмотрите на меня и улыбнитесь. Давайте, улыбайтесь. Это сунна. Итак, невозможно улыбаться слишком много. Но что касается смеха, то это уже другой вопрос. Вы не должны смеяться слишком много. Почему? Потому что, когда вы слишком много смеетесь, вы забываете о серьезности этой жизни. Смех подобен соли в еде. Мы добавляем ее в еду ровно столько, сколько нужно. Если же вы насыпаете в еду целую банку соли, что произойдет? Вы испортите еду. Еда станет непригодной. Смех – это как соль. Мы добавляем его по крупицам, то там, то здесь, как делал наш Пророк, миримое благословение. Но когда вы слишком часто и много смеетесь, кстати, это можно сравнить с пустым времяпровождением, бесцельным просмотром телевизора, многочасовым пребыванием в интернете, это в прямом смысле убийство времени. И когда вы убиваете свое время, это пагубно влияет на ваше сердце. И в результате оно может зачерстветь и умереть. И это именно то, о чем говорит Пророк, миримое благословение, в словах. Я предостерегаю вас от того, чтобы слишком много смеяться. Почему? «Потому что слишком много смеха умершвляет сердце». Видите? Прямая связь. Когда человек слишком много и часто смеется, это постепенно умершвляет его сердце. Поэтому давайте следить за собой и не позволять себе слишком часто смеяться. И суть этого в том, чтобы не тратить свое время в пустую без какой-либо цели. Чтобы вы не сидели перед телевизором или компьютером, позволяя драгоценному времени безвозвратно улетать, а иначе ваше сердце будет страдать. Итак, повторюсь, существует два основных фактора, которые приводят к черствости сердец. Первый – это оставление шариата, пренебрежение законами ислама. И второй – это совершение грехов. И сейчас я бы хотел поговорить с вами о пагубных последствиях грехов, о проблемах, которые возникают, когда мы вовлечены в грехи. И это центральный элемент сегодняшней лекции. Мы будем подробно говорить о последствиях грехов и отчаянии, которое они приносят. Вероятно, сегодня мы будем говорить только о пугающих вещах, если я вас правильно понял. А уже на следующей лекции мы поговорим о более вдохновляющих и позитивных вещах. Кстати, это часть нашей религии. Ислам – это предостережение от скверных последствий и сообщение благих вестей. Поэтому одними из имен нашего пророка, мир ему и благословение, являются имена Башир и Назир. Что означает имя Башир? Приносящий благие вести. А что означает имя Назир? Тот, кто предостерегает от надвигающейся беды. Поэтому такое разделение – это на самом деле очень по-исламски, когда одна часть посвящена негативной, устрашающей информации, и это то, что мне поручили сегодня. Но затем будет лекция, посвященная благим, позитивным вещам. Поэтому все, кто присутствует сегодня, должны присутствовать и на позитивной части тоже. Она начинается примерно через час, иншаллах. Так ведь? Прошу всех быть на второй части. Итак, говорим о грехах и об отчаянии, которые они приносят. Каковы последствия совершения грехов? Аллах, Свят Он Велик, упоминает в Коране. «И сколько мы погубили поколений после Нуха?» «И достаточно того, что твой Господь знает и видит грехи своих рабов». Заметьте, как Аллах связывает уничтожение народов и совершение грехов. Сколько поколений были погублены? И достаточно того, что Аллах знает и видит грехи своих рабов. Уничтожение в этом мире и в следующем связано с грехами. И вспомните, по какой причине наш праотец Адам был изгнан из рая. И по какой причине мы, его потомки, мучаемся на этой планете. Только лишь из-за одной ошибки, которую он совершил. Почему Иблис, который когда-то был благородным предводителем джиннов и избранным творением, теперь презираем и проклинаем из-за одного единственного греха, который он совершил перед Аллахом, велик он и возвышен? И по какой причине Аллах, Свят Он и Велик, устроил великое наводнение на земле, чтобы стереть целую цивилизацию, кроме одной горстки людей и животных на ковчеге? По причине многобожия, которую они совершали. И взгляните вокруг. Сколько было великих цивилизаций, остатки которых мы видим и по сей день. Где они сейчас? Аллах, Свят Он и Велик, говорит нам, «Каждого мы схватили за его грех». «Каждый из групп Аллах расправился по причине их грехов». Аллах говорит, «На некоторых из них мы наслали ураган с камнями, некоторых из них поразил чудовищный вопль, некоторых по нашему велению поглотила земля, а некоторых из них мы потопили». Подобные грандиозные уничтожения целых народов Аллах, Велик Он и Возвышен, связал напрямую с их грехами. И даже этот знаменитый камень на земле, самый почитаемый нами камень, черный камень, Аль-Хаджар-Уль-Асвад, Пророк, мир ему и благословение, говорит нам, что черный камень был ниспослан из рая, и изначально он был белым, как снег. Мы все верим, что этот камень был ниспослан из рая. Наш Пророк, мир ему и благословение, сказал, что этот камень был дарован Ибрагиму, мир ему, из самого рая. И Пророк, мир ему и благословение, говорит, что изначально он был белым, как снег, но со временем он испачкался, он стал черным из-за грехов людей. этот белый камень из рая не смог сохраниться от грехов на этой земле он испортился и почернел из-за грехов людей это именно то что сказал наш пророк мир ему и благословение и так каковы же некоторые последствия совершения грехов у нас не так много времени поэтому я перечислю только четыре или пять из них первое последствие грехи удаляют из наших сердец величие и славу которая подобает аллаху святу на велик потому что если бы мы по-настоящему почитали величие аллаха мы бы не ослушивались аллаха святу на велик тот кто совершает грехи преуменьшает в своем сердце величие подобающее аллаху ибнуль кай им говорит если бы единственным наказанием за совершение греха было то что этот грех удаляет из сердца величие подобающее аллаху то этого было бы достаточно в качестве наказания разве мы смогли бы ослушаться своих родителей перед ними как бы выглядели сын и дочь совершившие такое разве бы мы ослушались приказа полицейского стоящего прямо перед нами как мы ведем себя когда видим полицию мы автоматически замедляем скорость боясь нарушить правила находясь в школе или университете разве мы бы поступили скверно прямо перед учителем или профессором нет потому что мы знаем какие последствия нас ждут человеческая природа такова что мы склоняемся перед обладателями власти увидев обладателя власти мы ведем себя смиренно а как насчет того кто обладает абсолютной властью как насчет аллаха обладателя величия и почета чем больше мы осознаем каков аллах тем меньше мы совершаем грехов вот что говорит аллах не ценили они аллаха должным образом они не почитали аллаха так как он этого заслуживает и это из величайших и пагубных последствий грехов еще одним пагубным последствием грехов является то что грехи уменьшают нашу веру в аллаха свят он и велик наша вера уменьшается она ослабевает когда мы совершаем грехи наша вера в аллаха наша набожность ослабевает также к последствиям совершения грехов относится то что грехи загрязняют сердце делая его черством это именно то о чем мы говорили в первой части нашей лекции что из-за грехов наши сердца становятся черствыми аллах говорит в коране когда же они уклонились аллах отвратил их сердца когда они сошли с прямого пути их сердца были наказаны по причине их грехов также аллах говорит так нет же наоборот закрылись их сердца загрязнились покрылись ржавчиной из за того что они приобрели то есть из-за грехов что они совершали другое последствия грехов это то что грехи удаляют милости которые аллах свят он велик даровал нам и которые он собирался дать нам в будущем мы лишаемся милости которые мы имеем сегодня и тех которые могли прийти к нам в будущем аллах велик он и возвышен говорит и мы все знаем этот аят аллах не меняет положение людей пока они сами не изменят себя любая милость покидает нас по причине греха который мы совершили аллах говорит об этом в каране любое бедствие постигает вас лишь за то что приобрели ваши руки то есть из-за грехов что вы совершили любая печаль любое беспокойство любое разочарование знаете мои дорогие враги и сестры что в следующий раз когда мы почувствуем физическую или душевную боль это произойдет по причине наших с вами грехов еще одно последствие грехов состоит в том что грехи пагубно влияют в целом на умму они ослабляют умму поскольку умма это мы с вами умма это все мы сидящие здесь умма это как большое здание состоящие из отдельных кирпичиков а мы с вами и есть те кирпичики и сказал же пророк мир ему и благословение что умма подобно зданию кирпичики которого поддерживают друг друга и он соединил свои пальцы таким образом чтобы показать это умма подобно стене кирпичики которой это мы с вами и мы поддерживаем друг друга однако если кирпичики в этой стене не будут достаточно крепкими если мы с вами не будем достаточно крепкими то что произойдет стена разрушится посмотрите на положение нашей уммы оглянитесь что происходит с нашей уммой и затем не обвиняйте умму в целом пусть каждый обвиняет сам себя поскольку мы и есть это умма когда я слаб и вы слабы то в целом вся умма также будет слаба и немощна и к сожалению такова сегодняшняя реальность которую мы с вами наблюдаем и последнее что я хотел бы упомянуть конечно есть еще много всего о чем можно было бы сказать я хотел поделиться с вами решением однако на этой лекции меня попросили озвучить лишь проблему а в следующей поговорить уже о решении поэтому я сейчас буду говорить только о негативных вещах и так последнее что я хотел бы упомянуть и это на самом деле главная тема всей лекции одно из самых ужасных последствий грехов это чувство отчаяния чувство безнадежности когда мы говорим себе а в чем вообще смысл когда мы совершаем грехи теряется связь между нами и аллахом свят он велик и когда теряется эта связь нам кажется что эта жизнь теряет всякую ценность что в ней нет никакого смысла зачем жить дальше в результате мы перестаем наслаждаться даже грехами они перестают доставлять нам удовольствия и скажу вам откровенно братья и сестры буду с вами очень честным каждый из нас сидящих в этой аудитории в том числе и я каждый из нас знает эту реальность и нас даже не надо учить этому из корана и сунны мы знаем это по своему жизненному опыту по опыту своих собственных грехов как мы себя чувствуем после того как совершили грех что мы ощущаем сразу после того как посмотрели что-нибудь запретное или говорили с тем с кем нам запрещено говорить или сделали то что не должны были делать употребили то что нам запрещено употреблять занимались делами относительно которых мы знаем что они запрещены нашим господом аллах сообщил нам что это пагубно для нашей вечной и для нашей мирской жизни для нашей религии что мы чувствуем после того как совершим Да, нам может быть приятно некоторое время, поэтому мы и совершили это. Да, в первое время мы чувствуем эйфорию. Это так. Но что наступает после? Что мы ощущаем сразу после того, как пропадает это сиюминутное наслаждение? Мы чувствуем себя такими гадкими, такими грязными, что вся вода на земле не смогла бы очистить нас. Вы чувствуете такую сильную вину, что кажется, что вы потеряли всякую цель в жизни. Вы сожалеете, вы говорите себе, «Почему я это сделал? Ради чего? Что теперь мне делать?» И это чувство отчаяния, возможно, самое ощутимое последствие совершения грехов. Когда возникает чувство бесцельности, безнадежности, вы осознаете, что связь между вами и Аллахом разорвана. Поскольку так оно и есть. Вы на самом деле теряете эту связь, но вы сами разорвали ее. Вы сами разорвали эту связь. Не Аллах Свят Он и Велик. Вы сами отвернулись от шариата, от Корана, от наставлений нашего Пророка, ﷺ. Вы добровольно, осознанно, намеренно ослушались Аллаха. И теперь вы будете страдать от последствий. И одним из этих последствий является чувство сожаления, чувство отчаяния. И именно об этом Аллах Свят Он и Велик говорит в Коране. «И не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха». Стоп! Как это? Мусульманин забыл об Аллахе? Это означает не то, что он забыл, кто такой Аллах. Это означает, что он забыл о велениях Аллаха. Он забыл о цели своей жизни. Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха. И что происходит, когда вы забываете об Аллахе? И Он заставил их забыть самих себя. Это один из самых глубоких аятов во всем Коране. Обратите внимание на глубокий смысл, заложенный в нем. Обратите внимание на причинную связь. Когда вы забываете об Аллахе, Аллах заставляет вас забыть самих себя. Но что это значит? Как можно забыть самого себя? Ведь, в конце концов, разве не ваши эгоистичные страсти заставили вас забыть Аллаха? Другими словами, что заставило вас ослушаться Аллаха, кроме как ваша эгоистичность, кроме как ваша любовь к самому себе? И тем не менее, Аллах говорит, что, когда вы забываете про Аллаха, вы забываете сами себя. Понимаете, значение этих слов намного глубже, чем мы себе представляем. Когда вы ослушаетесь Аллаха, Свят Он и Велик, вы теряете смысл жизни. Вы забываете про свое истинное предназначение в жизни. Вы забываете про свое сердце, про свою душу. Вы забываете, для чего вы на этой земле. И мы вполне можем забыть самих себя. Кто бы ни отвернулся от Аллаха, его наказанием будут чувства отчаяния, беспомощности в сердце, бессмысленности дальнейшего существования. С другой стороны, верно и обратное, кто находит Аллаха, тот находит смысл жизни. Кто познает Аллаха, кто поклоняется Аллаху, кто поминает Аллаха, тот оживляет свое сердце, наполняет свою жизнь смыслом. Я завершу одним прекрасным аятом, отражающим очень важный принцип в нашей религии. Аллах, Свят Он и Велик, говорит в Коране, «А кто отвернется от моего напоминания, того ожидает тяжкая, несчастная жизнь». Слово «данг» буквально означает «быть стесненным», «быть зажатым между двумя вещами». Мы чувствуем это, когда на нас что-то давит, когда мы обеспокоены, когда у вас тяжесть в сердце. И мы в прямом смысле чувствуем боль в груди. Аллах говорит, что когда человек отворачивается от поминания, он приобретает подобное чувство отчаяния, беспокойства и беспомощности. И хотя о решениях мы будем говорить позже, тем не менее, напомню вам, что двери Аллаха всегда открыты. И все, что вы должны сделать – вновь обратиться к Аллаху. Неважно, как далеко вы зашли в грехах, неважно, как глубоко вы упали в пропасть отчаяния, когда вы вновь возвратитесь к Аллаху, Аллах примет вас. Аллах вызволит вас из любой ямы. Ведь Всевышний Аллах говорит в Коране, «Отчаиваются в милости Аллаха только люди неверующие, которые не знают, каков Аллах». Никто и никогда не отчаивается и не теряет надежду на милость Аллаха, кроме неверующего, который не опознал Аллаха, который не знает, каков Аллах. Братья и сестры, иншаллах среди нас нет неверующих. Все мы мусульмане. А мусульмане всегда надеются на милость Аллаха. Мусульмане всегда верят, что Аллах, Свят Он и Велик, дарует нам то, в чем мы нуждаемся в этом мире и в следующем. Поэтому никогда не отчаивайтесь в милости Аллаха. До начала нашей лекции один наш брат прочитал аят из Корана. «Скажи моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает грехи полностью, ибо Он прощающий и милосердный». Я завершу одним прекрасным хадисом нашего Пророка, мир ему и благословения, который сказал «Самые большие грехи». Заметьте, это не какой-то простой грех. Первый – предавать Аллаху сотоварищей. Второе – потерять надежду на милость Аллаха. И третий – отчаяться в благословении Аллаха. Потерять надежду на милость Аллаха и отчаяться в Его благословении. Это величайшие грехи, стоящие рядом с грехом многобожия. Мусульманин никогда не отчаивается. И когда вы возвратитесь к Аллаху, Аллах, Свят Он и Велик, примет вас. Да сделает нас Аллах из тех, которые постоянно возвращаются к Аллаху, укрепляют свою связь с Аллахом и чувствуют сладость поклонения Ему. Да сделает нас Аллах из тех, кто всегда имеет связь с Ним. Да смягчит Аллах наши сердца. Мы прибегаем к защите Аллаха от черстости сердец. «Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые лекции. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого». Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами!